Семен Луговяк В серию нарушение правил со стороны игрока москвичей против Давыдова вполне тянуло на буллит. Но в итоге соперникам в третий раз за серию пришлось заканчивать выяснение отношений в овертайме. Продлился он недолго. Радость в стан тюменцев принес Илья Карлин. Хотя арбитры гол увидели не сразу. Однако после видеопросмотра объявили, что шайба линию ворот пересекла. Рубин побеждает в серии 4-2 и выходит в полуфинал в Эхейл, где встретятся либо с питерской СК Невой, либо с нефтекамским Торосом. Минифутбольный клуб «Тюмень» добился победы во втором матче 15-го тура чемпионата Российской Суперлиги. Команда Игоря Путилова на выезде сломила сопротивление московского КПРФ 5-3. Правда, за день до этого черно-белые были разгромлены 1-5. Сибиряки не могли выиграть на протяжении последних пяти встреч. Две ничьи и три поражения. Поэтому совершенно неудивительно, что они резво начали повторный матч с коммунистами, организовав два быстрых взятия ворот лидера Российской Суперлиги. На второй минуте прицельным выстрелом со штрафного отметился серп Младен Коцыч. А вскоре капитан КПРФ Ромула срезал мяч в собственные ворота после сильного прострела в исполнении белоруса Сергея Каркуна. Лишь затем москвичи заиграли активнее. Оборона «Тюмени» держалась вплоть до обидного рикошета от Ивана Лобкова. А незадолго до перерыва Сергей Логинов был бестилен спасти от второго гола, автором которого стал Артем Ниязов. Второй тайм начался с выстрела Сими Сойоти. Но тюменцы с еще одним поражением мириться не собирались. До конца поединка они забили трижды. Авторами голов стали Артем Антошкин, Сергей Абрамович и Крыкун. В Норвегии завершился последний этап Кубка мира по биатлону. В мужском спринте выступили тюменцы Александр Логинов и Евгений Гараничев. Первый стал лучше в сборной России, заняв седьмое место. И удержал вторую позицию общего зачета. Сразу нескольких оппонентов Логинов обыграл на последнем круге. Это пасют, вы сами знаете о том, что здесь надо работать по дистанции. Здесь не получается именно работать в своем тайме. Где-то надо немножко придержать скорость, где-то добавить. Преследование, как и спринт, выиграл норвежец Йохан Эсбио. Рожеволосый метеор взял золото еще и в масс-старте, финишировав с флагом и шлемом викинга. Он побил рекорд Мартена Фуркада по количеству золотых наград за один сезон и взял не только большой, но и все малые хрустальные глобусы за победу в каждой дисциплине. Француз, не в один из семи годов своего царствования, так не доминировал. Вернет ли Фуркад было величие, неясно. Так что прямо сейчас Логинов – главная надежда на то, что следующий Кубок Мира будет чуть более интригующим. Вот у женщин с этим порядок. Пятый год подряд – новый чемпион. На сей раз Кубок взяла Доротая Вирер из Италии. Жаль, что трофей так и не покорился Тюменке Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию. Но третье место она все же заработала, после победы в спринте, выиграв еще и преследование. Впервые в карьере наша землячка прошла без промаха в гонку с четырьмя огневыми рубежами. Праздновал это событие весь стадион. Именно так уходят великие. Айрат Муслимов из села Ембаева Тюменского района стал победителем юниорского международного турнира по боксу в Вильнюсе. Соревнования были посвящены памяти олимпийского чемпиона Дана Позняка. На ринге в столице Литвы подопечник тренера Ахмеда Сиразуддинова выступал в категории до 49 килограммов. Под натиском Муслимова не устояли оппоненты из Белоруссии, Румынии и Украины. В прошлом году Муслимов завоевал награду высшей пробы юниорского первенства России, которая состоялась в Тюмени. Нынче из Литвы сборная России привезла первое командное место. Вторыми стали боксеры Уэльса, бронза досталась французам. Финал Кубка мира по лыжным гонкам принимал канадский Квебек. Начинал соревнование спринт, где фаворитом был норвежец Йоханнес Клэба, в общем зачете опережавший тюменца Александра Большунова на 14 очков. Норвежцев к Квебек прибыло целых 9, и все открыто заявляли, что их главная цель – помочь Клэба. В масс-старте Эмиль Иверсен стал для Йоханнеса любящей нянькой. Он разгонял своего лидера, тащил на плечах, когда Большунов старался убежать, заботливо подводил к бонусным отсечкам, дождался после падения и снова вернул в пилотон. Командная тактика высшего порядка – то, что весь сезон отличало норвежцев. В принципе, они все менялись как-то. Саша старался как можно больше лидировать, выходить вперед. Норвежцы сидели за ним, сзади. Но и было прогнозируемо, что кто-то из них выйдет в конце гонки и предпримет рывок финишный. Незадолго до финиша случилась трагедия. Канадец Алекс Харви очень не кстати сломал палку Большунову. Пока ему дали новую, Клэба улетел в отрыв. Йоханнес перед персьютом оторвался от Тюменса на 52 секунды. Казалось, такое не отыгрывается. Но бежать Клэба пришлось одному, без партнеров. И за какие-то 6 километров Большунов в компании с Харви настигли норвежца. Правда, нужно понимать, скольких потраченных сил Александру это стоило. Клэба воспользовался планом Б. Он понял, что сибиряк все равно его догонит. И начал экономить силы. Норвежец дождался Александра и Харви, после чего встал за ними. План сработал. Он рванул в последний подъем, сделал просвет и финишировал первым, выиграв Большой Крустальный Глобус. Харви на финише обошел Большунова. Александр закончил тур третьим, а в тотале Кубка Мира стал вторым. Плюс выиграл Малый Глобус за победу в дистанционном зачете.